Что стало поводом вашего прихода сюда, к этим людям, которые уже здесь около месяца находятся? Близится очень знаменательная дата, 70-летие освобождения города Николаева от немецко-фашистских захватчиков. Здесь будет проходить большое количество праздничных, массовых, торжественных мероприятий. И к этому празднику мы всегда относились особенно, а год 70-летия это тем более важно. Сейчас сквер десантников находится, мягко говоря, не в лучшем санитарном состоянии. И кроме того, что здесь есть различного рода малые архитектурные формы, палатки и так далее, надо привести в порядок зеленую зону, газоны, освежить всю траву, привести в порядок памятник, убрать здесь все эти вещи, наклейки и так далее. Собственно говоря, мы с коллегами пришли поговорить с людьми, чтобы совместными усилиями подготовиться к этому празднику и встретить его достойно, чтобы сотни и тысячи николаевцев, тем более ветераны Великой Отечественной войны, которые вряд ли уже в таком большом количестве придут, к сожалению, в годы неумолимы, увидели сквер, мемориал героям-десантникам, вечный огонь и звезду героя, такими, как они видели их всегда, красивыми, ухоженными, зелеными. И в принципе, как мне кажется, мы с участниками этой акции договорились о том, что проведем совместно или чистый сетверг, или субботник, как угодно его назовем, для того, чтобы привести это все в порядок, естественно, привлекая к этому все наши коммунальные службы. Чтобы... А сносит у ладочного городка, который здесь возник? Да, у нас была дискуссия по поводу того, правильно ли, что именно так все это делается и расположено. В принципе, горожане все понимают, и мы согласились, что мы уже проведем более предметную, немного ближе к празднику, встречу, о том, чтобы все это привести в порядок. Речь о том, чтобы создавать конфликтные, жесткие ситуации, у нас не идет. Речь у нас идет о том, что наши дети сидят за одной партой, нам делить по самому счету нечем. Нам надо всем работать по благо городской грамоти. Вот, я слово «снос» употреблять не хочу. Я, вот, как секретарь городского совета, вышел к людям пообщаться, и, в принципе, ответил практически на многие вопросы, ну, на которые мог, и на которые в моей компетенции. Я вижу, что в любом случае всегда можно договориться, найти взаимопонимание. А, и последний вопрос. Вот здесь люди, которые находятся, они опасаются за судьбу вот этого вот памятника. С вашей точки зрения, на сегодняшний день или в ближайшем обозримом будущем существует ли какая-либо опасность для памятника? Я глубоко убежден, что никакой опасности для памятника героя Мальшанцев нет. Что не найдется в городе Николаеве ни одного человека от мал до велика, кто хотя бы посмотрит косо в сторону памятника героя Мальшанцев. Если бы угроза этому памятнику существовала, я бы сам его защищал, если стоял. Такой угрозы сегодня не существует.